Поворот налево на светофоре и водители встречают сотрудники дорожной полиции. На улице Маяковского организована массовая проверка. Госавтоинспекторы вычисляют тех, кто злостно уклоняется от уплаты штрафов. Свою работу параллельно выполняют и сотрудники службы судебных приставов. Водители проверяют на наличие задолженностей. При наличии неоплаченной задолженности человеку предлагается на месте оплатить долг. Взамен ему выдается квитанция об оплате. Если же человек отказывается выплачивать задолженность, у него может быть наложен арест на имущество. К примеру, на автомагнитолу, либо на сам автомобиль, если сумма долга значительная. В настоящее время в службе судебных приставов находится более 100 тысяч исполнительных документов по различным категориям. Алименты, ЖКХ, штрафы и кредиты. Сотрудники госавтоинспекции параллельно выявляли и другие нарушения. Был пойман любитель тонировки, пьяный за рулем и лишенный прав автовладельца. Какой штраф? За это. Ему штраф. Вот за это. Вот за это ему штраф. Вот за это. Видите у него? Да какого действительно. Понятно. Он два года по беспределу уже ездит. Я с вами согласен. А вот за это? А за это? А это? А это вам тоже ездить нельзя без перевода. Трое нарушителей места проведения рейда покидали пешком. Их автомобили на эвакуаторе сотрудники дорожной полиции отправили на штрафстоянку. Напомним, для того, чтобы оплатить штраф, автовладельцам предоставляется срок в размере 60 дней. Кому-то и двух месяцев мало. Если мы выявляем водителя, который злостно уклоняется от уплаты административного штрафа, в этом случае мы доставляем его в суд. И судом принимается решение о двукратном размере штрафа, либо административном аресте в отношении водителя до 15 суток, либо обязательной работы сроком до 50 часов. Особенно сознательные водители совместный рейд воспринимали с радостью. Говорили, что дойти до службы судебных приставов нет времени, а тут есть возможность оплатить долги, не отходя от машины.